75-й павильон ВДНХ. Здесь уже несколько месяцев проходит масштабная международная выставка Форум Россия. И именно в этих стенах наградили лауреатов фестиваля документального кино «Неизвестная Россия». Организаторы серьезно изменили программу, убрав весь развлекательный контент. Церемония началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Крокус-Сити-Холле. Фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» провели впервые. Из 260 заявок жюри отобрало 36 картин в шести категориях, разных по жанру и исполнению. И лишь 9 из них жюри признало лучшими работами. Любой террор в любой стране, его основная задача это запугать страну и изменить привычный образ жизни. И если мы не дадим это сделать, значит победим мы, а не террористы. Ну, мы же все кинематографисты, мы знаем, добро всегда побеждает зло. Объявлять победителей в номинации «История» и специальной номинации «Хроники наших времен», партнером которой выступило Российское историческое общество, на сцену вышел заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. Обращаясь к залу, он подчеркнул большое значение жанра документального кино в деле просвещения. Ментальный фильм – это важнейший источник знаний, просвещения людей, источник, откуда очень многие черпают знания. И историкам, конечно, да нам всем, очень важно, чтобы эти знания были точные, чтобы они соответствовали тому, что было на самом деле. А на самом деле, чего только не было в нашей истории, но один из главных ее уроков состоит, наверное, в том, что когда мы ощущаем себя в полной мере единым народом, то Россия всегда побеждает. Лучшим фильмом в номинации «История» стала лента «Незамерзающий порт надежды» режиссера Дарьи Хреновой о начале Великой Отечественной войны в Заполярье. Адмирал Северного флота, 34-летний Арсений Головко подробно описал это время в своих дневниках, которые восстановил его сын Михаил. Я чувствую, что когда вкладываешься во что-то всем сердцем, всей душой, наверное, когда-то это уже находит достойный отклик. Это просто какой-то у меня небывалый сюрприз. Спасибо огромное за признание. Фильм этот давался очень нелегко, выпил много крови. Ну, наверное, это все действительно когда-то и награждается. Спасибо. Кроме того, Константин Могилевский вручил специальный приз от Министерства науки и высшего образования. Наши коллеги, ученые, те, кто работает над программой «Десятилетие науки и технологии», посмотрели, представленные на конкурс фильма и не смогли не удержаться, чтобы не выразить отдельную благодарность режиссеру документального фильма «Невечная мерзлота» Яна Юрьевна Рубановская. По итогам конкурса жюри присудило сразу два гран-при. Первая это спортивная драма «Дайте мне победить». Она рассказывает о жизни атлетов с ментальными особенностями, которые готовятся к специальной олимпиаде. Вторая лента «Енисейский марафон» о путешествии двух сибиряков на скейтбордах. Все фильмы победителей будут показаны на одном из федеральных телеканалов страны. Служба информации фонда «История Отечества».